Информационная служба Осетия ТВ главной темы выпуска. Три инвестпроекта получат субсидии на погашение процентов по кредитам, а школьники нашей республики отправятся на новогоднюю елку в Москву. Эти другие темы сегодня обсудили на очередном заседании правительства. Подробности в материале Яны Гагиевой. На вопросы будущих мам в родильном доме номер два ответили представители Республиканского фонда социального страхования и Сбербанка. Женщинам рассказали об изменениях в законе касательно материнского капитала и других государственных субсидий. Дирижерская палочка как способ самовыражения. 14-летняя Дана Муриева сегодня управляет симфоническим оркестром Госфилармонии. Для юного музыканта это сольный дебют. Эти и другие темы далее подробно. Проект планировки территории туристического комплекса Мамисон одобрили сегодня в правительстве Северной Осетии. Документ уже прошел ряд проверок. Свои поправки внесло Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики. Теперь план согласован со всеми республиканскими и муниципальными структурами. Сам проект Мамисон целиком федеральный. Он реализуется на федеральных землях, федеральной управляющей компанией курортами Северного Кавказа за федеральные же деньги. Вопрос в приоритетах. Пол предмеликов об этом как раз и говорил. Вопрос в приоритетах. Вопрос в том, что будет раньше, что будет позже. Сегодня же министр Олан Диамбеков доложил о том, что три инвестпроекта получат субсидии на погашение процентов по кредитам. Птицефабрики Михайловской выделили 4 миллиона рублей, компании Твинго Телеком – 2,5 миллиона, а одну из городских пекарен чуть больше 75 тысяч рублей. Кабинет министров также одобрил комплексный план развития математического образования в республике. И несмотря на проблемы с бюджетом, Северная Осетия начнёт реализацию федеральной концепции. По словам премьер-министра Сергея Такоева, уже сейчас видны результаты привлечения молодёжи к работе в реальном и естественно научном секторе. Кроме того, члены правительства согласовали список детей, которые отправятся на президентскую ёлку. О формировании ещё одной подобной делегации стало известно сегодня. После подписания соглашения между Северной Осетией и Москвой Сергей Собянин пригласил 40 школьников на ёлку мэра Москвы. Яна Гайгиева, отца Москочиев, Осетия ТВ. МЧС России провело масштабную тренировку. Спасатели по всей стране отработали действия при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. По легенде, в Лагирском районе сошла лавина. Несколько населённых пунктов оказались отрезанными от жизни, под завалами десятки людей. Задача спасателей Северной Осетии – минимизировать последствия природной катастрофы. Задействовали и аэромобильную группировку, которая предназначена для реагирования не только на территории республики, но и за её пределами. Бойцы вытащили из-под завалов условных пострадавших, оказали им первую медицинскую помощь и эвакуировали. «На территорию республики была отработана чрезвычайная ситуация, связанная с перекрытием Транскавказской магистрали и обеспечением населения, которое осталось отрезанное в результате схода этой лавины. Привлекались территориальная подсистема РСЧС и функциональная подсистема согласно плану взаимодействия. Мероприятия, согласно замысла данной тренировки, были выполнены в полном объёме». Масштабные учения направлены на отработку ликвидации чрезвычайных ситуаций и защиту населения, а также на проверку готовности всех сил МЧС России. Яна Гагиева, Ирина Санакоева, Алан Кайтуков, Осетия ТВ. Для Заремы Цгоевой эти роды вторые. Её первенец – девочка. Зарема признаётся, что мечтала и о сыне. С радостным событием появились и новые хлопоты, не всегда приятные. Материнский капитал для молодой мамы не является самоцелью, однако дополнительные средства значительно облегчат жизнь семьи. «Я считаю, что материнский капитал – это очень хорошая помощь матери. Как и каждая мать, я думаю о том, чтобы мой ребёнок в последующем не остался без жилья. Наверное, мы сделаем вклад в ипотеку». В преддверии Дня матери специалисты пенсионного фонда провели выездную консультацию для пациента к роддому номер два. Новоиспечённые мамы и те, кто в ближайшее время обретут этот статус, получили информацию о своих правах на социальную государственную поддержку. Программа «Материнский капитал» действует более восьми лет. За это время сумма субсидий выросла вдвое. Закон позволяет использовать средства на улучшение жилищных условий, образование детей и будущую пенсию мамы. «На сегодняшний день уже более 37 тысяч семей по республике имеют сертификат на материнский капитал. Из них свыше 15 тысяч уже воспользовались этими средствами. Ну, конечно, львиная доля – это около 15 тысяч, это улучшение жилищных условий по этому направлению, направили средства. И 226 семей на образование детей». На вопросы пациенток ответили и представители Республиканского фонда социального страхования и Сбербанка. Будущим мамам рассказали об изменениях в законе касательно этой субсидии и о том, как максимально выгодно для себя использовать эти средства. У нее есть все, что нужно дирижеру – энергия, коммуникабельность, трудолюбие. За шесть лет обучения искусству дирижирования у опытного мастера Тамерлана Хостроева Дана Муриева для своего юного возраста уже достигла необычайных вершин. Ее дебюты на большой сцене ждали не только педагоги и родственники. Дану Муриеву пришел поздравить и мэр города Сергей Дзантиев. «Приятно следить за ростом наших будущих звездочек, да уже не будущих, а нынешних звездочек Осетии. Я уверен, что та традиция, которая уже заложена многие десятилетия назад, дирижерская, она будет достойно перенята такими молодыми дарованиями нашей земли, как Даночкой Муриевой». Руководить симфоническим оркестром Госфилармонии – дело серьезное и ответственное. Вдохновенным жестом Даны Муриевой музыканты повиновались беспрекословно. Музыка Бетховена, Шопена, Макоева, Кабоева завораживала слушателей с первых тактов. «Я считаю, она сделала все возможное. В этой ситуации она, это значительный этап в ее творческом росте. Надеюсь, что дальше будут какие-то моменты. У нас уже есть много приглашений. Мы подумаем, как построить ее в следующие этапы в развитии творческого и его обучения. От чего-то мы откажемся, а какое-то приглашение, наверное, примем». Зал долго не отпускал ее. Цветы, аплодисменты – все это еще обязательно будет в ее жизни. В этом уверены и зрители, и музыканты-профессионалы. «Судя по тому, как она все это выдержала, и судя по тому, что концерт шел два часа, а еще до этого два часа шла настройка оркестра и уточнение каких-то деталей, на четыре часа простояла за пунктом. И вы посмотрите, она улыбается, она не показала ни одним взглядом, ни одной морщинкой, ни одной мимикой своей, что она устала или она чем-то недовольна». Миф о том, что в крови осетин найдена дирижерская палочка, все-таки близок к реальности. Еще одна восходящая звездочка Дана Муриева подрастает и скоро заявит о себе еще громче. «С сегодняшнего концерта, когда я вышла, я почувствовала то, что, как сказать, то, что я еще больше могу радовать людей такой прекрасной просто музыкой, и что смогу это сделать для людей и публики». Дана говорит, что музыка – это ее жизнь. В девочке нет и намека на звездность. Она готова трудиться и идти к новым вершинам. Залина Губурова, Алан Гасанов, Осетия ТВ Порхать, как бабочка, и жалить, как пчела – в свое время именно Мухаммед Али научил боксеров танцевать в ринге. Это он показал, что драка может быть искусством – точность, опасность и сила удара. В Северной Осетии стартовал турнир по боксу на призы ветерана Великой Отечественной войны Виктора Коняева. «Ценность турнира любого турнира, тем более юношеского, заключается в том, что это развитие спорта, популяризация бокса в данном случае. Потому что если дети занимаются каким-то видом спорта, то им нужно выступать на соревнованиях». Сегодня Виктор Коняев – единственный в республике полный кавалер Ордена Славы. Он ушел на фронт с 17-летним юношей. Он пример солдатской доблести. Он удостоен Ордена Дружбы и звания лауреата форума «Общественное признание». Имя Виктора Коняева давно вписано в историю северо-остинского спорта. В течение трех дней на турнире свое мастерство в боевом искусстве покажут более сотни спортсменов со всего Юга России, Абхазии и Южной Осетии. «Высокая подготовка спортсменов. Сразу видно, что тренера работали с ними очень длительное время. Дисциплина тоже высокая. Агрессия, если есть, то исключительно спортивная агрессия. Ведь это спорт, и в спорте свойственно проявляться тоже агрессией». Функция состязаний в том числе воспитательная. Бокс, по крайней мере, в теории. Это не просто умение сильно бить и быстро защищаться, но и школа жизни. Тем более, что в турнире очень много тех, кому еще не исполнилось и 12 лет. С первых же поединков хозяева ринга взяли инициативу в свои руки, получив три победы. «Для победы нужна хорошая подготовка. И главное – недооценивать противника». Пока идут предварительные поединки, настрою всех только на победу. Для многих ребят этот турнир – как экзамен во взрослую жизнь. Боксерам следует думать головой, чтобы не отправиться в нокаут. Зимфира Лулаева, Артем Болотаев, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова